Истории каких уже десятки. На первый взгляд обычная ОРВИ и только тестирование показало наличие коронавируса. За выявлением инфекции последовала изоляция и госпитализация. Сегодня этот пациент уже выписывается из больницы, имени попросил не называть и лица не показывать. Симптомы какие у меня были, это была температура. Температура была невысокая, где-то 37, ну от 37 до 37,5 где-то самое максимальное еще было. А какие симптомы были, ну боль в горле, ну сначала первые там дни был легкий кашель, а так еще то, что ломота в мышцах была, вот это присутствовало, конечно, даже при такой небольшой температуре, вот это было. Я проходил определенный курс лечения, тут мне назначили тест, после прохождения теста в поликлинике у меня был обнаружен коронавирус. Пациент перенес заболевание в легкой форме, осложнений не было, поэтому лечили его в инфекционном отделении 6-й горбольницы. В случае тяжелой патологии заболевших переводят в областную больницу имени Середавина. Мы лечим противовирусными препаратами, их несколько групп. Лечим асимптоматическая терапия, если необходимо, патогенетическая терапия проводится, антисептики местные, то есть весь спектр. Самарская городская больница номер 6, одной из первых, приняла коронавирусный удар, выписанных уже десятки. Местные медработники уже привыкли к новой служебной форме одежды. Защитный костюм, два слоя перчаток, противогаз. В таком снаряжении медсестра инфекционного отделения Татьяна Цымбал заходит к пациентам. Смена длится 36 часов, личные вещи брать с собой нельзя. Очень страшно. Каждый раз берет мандраж. Каждый раз переживаешь, волнуешься. Каждый пациент для тебя потенциально зараженный. Врачи, медсестры, санитары, все, кто работает с пациентами с коронавирусом, находятся в группе риска. Сегодня они на передовой борьбе с глобальной инфекцией. Их заслуги оценило государство. Уже начались региональные выплаты, предусмотренные для этой категории медработников. По мере поступления денег из федерального бюджета доплата увеличится. В марте месяца мы выплатили сотрудникам инфекционного отделения городской больницы номер 6, которые непосредственно работают с больными, пораженными COVID-19 вирусом, заработную плату повышенную на примерно 30%. Эти выплаты были произведены за счет средств регионального бюджета и направлены именно на стимулирование труда работников, которые работают в особо опасных условиях с данной инфекцией. Сегодня принято решение установить еще и страховые гарантии для медиков, борющихся с коронавирусом. Но успех этой борьбы зависит от каждого. Только всеобщими усилиями можно остановить распространение болезни, соблюдая меры профилактики и режим самоизоляции. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События.